Вот в этих помещениях будет находиться инклюзивный центр. Сюда будут приходить как дети с ограниченными возможностями, так и обычные ребятишки. Здесь вместе они будут играть, посещать развивающие занятия, а также получать консультации от различных специалистов. Казалось бы, помощь детям – дело хорошее, однако центр этот находится в жилом доме, поэтому у проекта есть как сторонники, так и противники. И у каждой из сторон свои аргументы. По словам жильцов, дома против самих детей-инвалидов они ничего не имеют. Тем не менее, опасений, связанных с появлением центра, у людей много. Кто-то считает, что при постройке будут ломать несущие стены, дом рухнет, кто-то боится, что отберут парковочные места, кто-то переживает, что особые дети займут весь двор и не оставят место их собственным. Два основных аргумента звучат так. Жилой дом и двор для инвалидов не приспособлены, а весь первый этаж и так занимают магазины. Боятся, что в торговую точку со временем превратят и инклюзивный центр. У нас верхний уровень машинной дороги, нижний уровень у нас площадка. Ее зафиксируйте, пожалуйста, хотя бы в этом вот. Покажите ее. И у нас нет земли больше. А где мы ее? Отдадим последней лавочке, которые вот старые люди. У нас много стариков. Пожарный выход собирается делать через подъезд. А подъезд, он высокий у нас, да? Лестница крутая, так? И для пожарного выхода должны быть и есть свои нормы. И есть особые нормы для детей-инвалидов. Тем временем общественники, которые хотят открыть центр, уверяют, никаких парковок им не надо и двор занимать они не будут. Жителей просят лишь одобрить строительство пандуса, чтобы дети могли заехать в центр на колясках. Для этого вместе с администрацией железнодорожного района начали проводить голосование среди жильцов. В самом проекте решения голосования указано, что голосование состоится только по вопросу согласования устройства пандуса, который необходим для доступа в нежилое помещение, в инклюзивные центры для детей, маломобильных групп населения. Вопрос, еще раз повторюсь, стоит только по согласованию пандуса. Речи об занятии парковочных мест, либо еще чего-то не стоит. Инициаторы проекта говорят, главная преграда в появлении пандуса, а как следствие и центра – дезинформация жителей. На дверях подъездов уже появились объявления, призывающие не голосовать за пандус для детей. В бумаге общественников выставляют чуть ли не мошенниками. Чтобы развеять миф, Надежда Болсуновская рассказывает, в этих стенах не будет магазинов, здесь дети будут заниматься пением, рисованием, гончарным делом и многим другим. Мамы детей с особенностями развития возлагают большие надежды на появление этого центра. Одна из них – Вера Васютина. Ее сын Алексей после неудачного общего наркоза перестал говорить. И теперь ему нужна помощь в развитии. Однако инвалид – это не значит потерянный для общества, твердит женщина. Ее сын, как и другие, может нормально играть и общаться с детьми. Просто в этом ему нужно немного помочь. От статуса инвалид ребенок не перестает быть ребенком. Ему нужна компания, ему нужны игры, ему нужно развитие, ему нужен рядом пример, ему нужно общение. Ситуация уже прогремела на всю страну. Письма с просьбой откликнуться на мольбы родителей и общественников жителям уже написала заслуженная артистка России Диана Гурцкая. Она лично подписала 318 писем для каждого жителя дома по улице Копылова в Красноярске. Я теперь хочу обратиться к людям, жителям этого дома. Я надеюсь, что они одумаются, они разрешат поставить фангус, потому что там дети, которые должны расти, развиваться. И как раз центр этот будет способствовать этому всему. Я все-таки уверена и у меня есть надежда на то, что все-таки жители поймут, что надо помочь детям. Диана пообещала следить за ситуацией и надеяться, что в итоге жители примут правильное решение. Голосование за постройку пандуса, который поможет центру открыться, будет проходить до 25 октября. Александр Ловицкий, Алексей Гусев. Новости.